Всем привет, с вами Некрос и сегодня у нас такой необычный топчик 5 самых мускулистых персонажей в Mortal Kombat X. И на пятом месте, пожалуй, будет Тремор, потому что из всех ниндзей, мне кажется, он самый такой подкачанный. И само вот это движение при вызове кристальной брони говорит о его силе. Он настолько плотный, что даже если его ударишь в таком состоянии, что ж ты прыгаешь-то постоянно? Стойчка, смейте, что будет. То есть он может бомбу из насекомых. Он может один заряд, если не поглотить, то это его не сбивает, видите, то есть он не падает, ничего с ним не происходит. То есть довольно плотный чувак, мощный. А далее у нас идет Джакс. Почему Джакс? Вот давайте посмотрим на него. Джакс-турнир. Чтобы было видно, были видны его мускулы. Джакс-подкачка. Он показывает, он демонстрирует нам свои мускулы, он готов восторгаться ими сколь угодно долго. И даже сам стиль подкачка намекает на силу его мускул, мускулов. Правда, конечно, мускулы-то не его, не его родные. Это все-таки продукт высоких технологий. Но смотрите, что он, видите, он ударяет по земле. И этого уже достаточно, чтобы земля всколыхнулась. В общем, очень мощный чувак, очень накачанный. И, кстати, вот его икс-рей, видите, он выполнен в виде такого рестлинга. Реально прием из рестлинга. Смотрите. Это достойно уважения. А это было четвертое место. И на третьем месте я бы хотел видеть кот Алькана. Почему? С виду, конечно, возможно, у него мускулы не такие большие, как... У Джакса но. Есть одно но. Во-первых, он как бы покрупнее Джакса будет, в принципе, он повыше. И, понимаете, мышцы, они... Вот есть люди, у которых мышцы такие, ну, сами по себе люди жилистые, да? И они могут быть сильнее, чем те, которые там выглядят больше. Но тут еще играет роль то, что, типа, вот он использует тотемы для увеличения урона. И вот его рост, его, вот эта вот, не знаю, самовнешность, боевая раскраска, вот увеличение урона посредством вызова вот этих вот тотемов, тотемов, да? Все это, понимаете, смотрится очень мощно. Все это очень мощно смотрится. Поэтому Тремор Джакса обогнал. А вот дальше, ребята, все логично. У кого рук больше, у того, соответственно, и мускулов побольше, правильно? Мышц. Это второе место. И, конечно же, Гора. Ну, понятно, Гора, по-моему, один из самых крупных персонажей. Он чемпион. Он реально очень сильный. То есть тут вообще никаких нареканий в плане мышц и подкачки нет. Он реально огромный парень. Он может, я не знаю, напрыгивать сверху. У него очень сильные ноги для таких прыжков. Он может бить по земле, опять же, вызывать землетрясение. И его хват от захвата очень-очень больно выглядит, очень жестоко. Короче, Гора, это все-таки один из самых крепких мужиков. И честь ему и хвала. Но самый, пожалуй, крупный мускулистый чувак, это совершенно новый персонаж Фера Тор. Точнее, Фера. Точнее, Тор. Точнее, Фера это девчонка мелкая, которая на спине у него сидит. А сам вот этот вот чувак, это Тор. И он реально огромный. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели и сравнили. Сравнили его с маленькой хрупкой Диворкой. Он реально огромный. Он реально огромный. Просто посмотрите на это. Он просто гигантский. У него, я не знаю, ну, жесточайшие захваты, причем во всех стилях. Он может даже кидаться этой девчонкой. Настолько вот он жесткий, да? При этом он очень высоко прыгает для своего вот этого, скажем так, размера. И Икс Рей невероятно, невероятно он разносит. Просто, видите, огроменный просто ручища, как рельсы, я не знаю. Короче, это, ребята, первое место. И Тор у нас оказывается самым мускулистым, самым мощным таким персонажем в Mortal Kombat X. Надеюсь, вам понравился мой топ. Если так, то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Всем пока.